Добрый день! Здравствуйте! Как это всегда было в течение многих лет на волнах радиополком в это время передача раз в неделю. Раз в неделю, именно так она называлась в последние годы. Её постоянный ведущий Михаил Губин Ильянора Руссель. Присутствует в этой студии наш звукорежиссёр Родион Золотарёв. Да, и также телефоны в студии И.6-7212-93-9. И.6-7213-93-9. Да, и как было во все вот эти... Вот как повелось от веку... Да, не скроешь. Надеемся, что за многолетнюю практику нашей передачи смогли наши слушатели вывести формулу наших гостей. Да, потому что уже в 8-й год мы уже приглашаем в нашу студию замечательных людей, наших современников. Искренне увлечённых своим делом. Да. Да, и сегодняшний гость нашей передачи был уже на нашей программе. Да, два раза, и включён он был каждый раз, ну, дело, можно сказать, одним и тем же, но в разных его проявлениях. Да, прекраснейший человек, по нашей версии, версии журнала People и огромного количества ещё людей. Знаменитый кинорежиссёр, кинооператор, фотограф теперь, и не будем забывать, что он биолог. Да. Да? Да. Да. Биолог? Каспар Сгоба у нас в гостях. Добрый день, Каспар. Спасибо, что нашли время и возможность к нам заехать. Здравствуйте. Здравствуйте. И не один же он пришёл, а с подарком. Он замечательную книгу привёз, в основном состоящую из цветных фотографий, очень хороших. Книга называется «Рижские острова». Рижские острова, Рига, Салас и Каспар указан на обложке как автор вместе с Гундагой Репша, между прочим. Неужели вы ещё и фотограф, оказывается? Ну, я был фотографом 10 лет назад, потом я ушёл полностью в кино и, в общем, не занимался совсем фотографией. Ну, немножко так. А до этого я вообще сколько лет? С 90, кажется, 5-го я снимал для «Рига Слайкс» и писал тоже. Вы же были журналистом, да? Я жил журналистом, да-да-да. Я начал как фотограф и как пишущий журналист, и потом начал медленно писать сценарий, и потом как оператор. В общем-то, это как-то вот ушло вот из одного в другое, скажем так. Конечно, нашим слушателям Каспар известен, в частности, и по нашим встречам, как режиссёр знаменитых документальных фильмов «Хомо Элвэ», «Проседа Пурва», «Ляудис», «Ляудис», «Великолепный фильм», красивейший фильм про Лайму и многие другие проекты. А вот ещё был фильм у вас первый, про эфиопских беженцев. Асамалийских. А удалось выяснить, как они всё-таки проникли в Латвию? Ну, они вам не сказали так по секрету? Ну, они сказали такую, ну, скажем, свою версию, которая была. Ну, откуда хотя бы, с какой стороны? Ну, у себя начали как-то. С какой стороны они к нам прибыли? С Сомали они начали. Нет, а вот в Латвии они с какой стороны прибыли, так и не сказали. Нет, их просто, у них пункт назначения была в Швеции, но их просто вот с этого корабля, я так понял, что, ну, викинули на берег. Ну, там якобы в том конце как-то поняли, что там либо полиция, вот, ну, как-то вот те, ну, люди, которые занимаются, вот, ну, не торговлей, ну, трафикинг. Ну, да-да-да. Да-да-да, они их просто, перевозка, да, они их просто... Просто я помню, был такой же шок, когда среди бела дня, по-моему, это был выходной день, в, значит, по-моему, в Красный Крест явилась группа сомалийцев, и никто не знает, как они попали, откуда, чего, вдруг они раз оказались в Риге. Так это пираты те самые, Мишечка, или нет? Нет, нет, это беженцы не еще. Ну, вы знаете, ну, это как-то вот в то время это всех удивило, но если вы посмотрите вот материалы, вот, прессы ранних 90-х, вы там найдете очень много разных, там, как бы, как это называется, разных упоминаний того, что вот курды группами, большими группами идут через Латвию и через Эстонию. Тут же было очень много, довольно-таки много тысяч людей. Нет, тут много. Много тысяч людей, которые прошли, вот, у которых Латвия была как... Ну, про тех было ясно, откуда они пришли, как они появились, с какой страны, а эти вот как бы ниоткуда возникли, никто не знает. Нет, не, ну как, все в основном идут, едут в страны, где вот можно жить немножко лучше, чем там, где воюют и так далее. Это естественный процесс, и просто, ну, как, ну, есть разные пути вот этого, и поэтому они просто выбрали один путь, и просто у них не сошлось, и просто они здесь попали вот... Ну, вы с ними пообщались, да? Да-да-да. А как их судьба теперь, что про них известно? Они живут, да, живут в Латвии, и живут, некоторые живут уже в Европе, да, так что в основном, да, нормально они. Очень разговаривают на латышкам, все там у них сложилось, я думаю, неплохо, да. Ну, приятно понимать, что у нас в стране жить лучше, получше немножко, чем хотя бы в Сомали. Конечно, да, причина грустная, но в целом, так сказать, слава богу, что она спокойна. Но вернемся, если можно, к книге, да, поскольку за нашу передачу мы хотели бы сделать такой краткий экскурс в вашей жизни и творчестве, чем вы занимаетесь, может быть, последний год, и, конечно, книжка, которая вышла осенью, да, в конце прошлого года. Это Рига-Салас, Рижские острова, могли бы вы о ней поподробнее рассказать? Да, да. Поскольку известно, что эта книга является вашим... Вкладом. Вкладом в культуру и историю, а также своеобразным прощанием с Ригой, слышали мы. Да. Ой, это страшно звучит. Вот так вот. Прощание с Ригой. И я тут, в принципе-то, все время учился, вот, и, ну, сколько можно, вот, приехал студентом, 19 лет, вот, вот, сколько. Как можно, век живи, легко учить, какая-то русская пословица. Не, ну, я прошлой, прошлой весной, нет, это уже позапрошлая весна, весна, получается, я, когда закончил свой, вот, получил свой диплом фельдшера, я решил, что это мой последний диплом в этом городе, что... А есть и такая сторона личности Каспора? Ну, я, да. Он фельдшер. Ну, я как биолог, я ушел, ну, я стал зеленым биологом, ну, как-то, ну, экосистема, это моя специальность была, но мне всегда оставался интерес вот о людях и как-то вот физиологии людей. Да, и, да, и просто я как-то... Это, кстати, началось, когда Исадос Пурвляут закончил, я решил год ничего не делать и пошел учиться на фельдшере. Потом начал хому снимать и потом думал, что хому уйдет, это возьмет год или два в моей жизни. Взял пять, и когда я хому закончил, я вернулся, вот, в Рыжскую, ну, колледж Красного Креста и закончил, да, и все, да. И потом полтора года я шел в Страдани, в Узнемшино, тоже. И вы реально работали, да, принимали людей с травмами? Да, я, ну, ассистировал у одного доктора, да, у моего преподавателя, да. Ну, это подвижничество прямо какое-то, действительно. Ну, это вот настоящий человек культуры и общества. Буквально вчера я просидел весь день как раз приемном отделении в Страдани и просто видел, какая там адская работа. Да, это сложно, да. Какие там самоотверженные работают люди. Ну, да, и, в общем, да, я все, все, вся моя жизнь вот прошла, ну, да, как-то последние 20 лет прошли в Риге, учился вот все, все, что я тут, школа фотографов, там, биологии, медицины, ну, все, все, что я тут закончил, и коммуникации, и так далее, и я как-то понял, что вот все, время возвращаться обратно в свою родную деревню, там, и так далее. Хорошо, а что же у вас вот заставило заинтересоваться Рижскими островами? Да, 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 кстати, хороший. Ну, да, Рижскими острова, это все, когда все мое время проживания в Риге, это было так, ну, и, скорее всего, я для себя понял, что я все время там находил какую-то деревню, вот, или, ну, в таком позитивном смысле, да, какой-то, какой-то такой, ну, не тронутый, а что-то такой, такой хороший. А где же, не жаль, остались еще? Хорошее государство, ну, конечно, да. Потому что я помню, например, еще, еще я помню Закисалу, когда там не было моста, и там были, там была деревня настоящая, да. Я вам завидую, я бы тоже очень хотел бы увидеть, да, да, да. Ну, был в 1969-1970-е, да. Ну, это все уже как в прошлом, ну, все время как-то стараешься угнаться за каким-то поездом, который уходит, да, к сожалению. Ну, вот это, и я очень рад, что вот наступила экономическая кризис, что вот эти большие проекты, вот, по поводу строительства, что они приостановились, и они дали мне время, вот, поймать еще за хвост вот те уходящие вот виды, вот. А вы можете назвать общий кризис? Сколько у нас островов в Риге? Ну, это как считать, ну, вот, сто лет, больше, чем сто лет назад было около тысячи, около сто островов. Ого. Ну, считай, маленькие совсем. Ну, это если рассматривать и Балдыраю, и все прочее, да? Да. Это если мы считаем маленькие, и в том числе и необитаемые. Да-да-да-да. И вообще все. Все, да-да-да. Они, просто, скажем так, Луцева состоялась в пять островах, да, и сейчас, если смотреть по гугл, видно вот эти водяные проемы, да, ну, их, конечно, их все время засыпывает просто. И так же Бетень, Сало, очень много вот, ну, как вообще острова начались, когда вот уровень после ледника был высокий, море было возле Сало спелс, там. И вот Дуала Сало, это был один из первых островов в этой, как это, ну, Гриева. Ну, это Устья, наверное. Устья, да-да-да, Устья, да, Устья. Спасибо, Мишенька. И просто, да, и там, если смотреть, там, точнее, очень много островов было, и как-то вот море постепенно отступало, и вот довольно-таки широкая, широкая Устья, и поэтому Рига была очень-очень богата. А продолжается процесс уничтожения или там укропнения? Укропнения, да, вот очень точные, как колхозы раньше, да, вот так и есть, да, укропнения островов, да, и, конечно, их объединяет с берегом и так далее. А вот ваша книга, в основном, посвящена, все-таки, островам большим, жилым. Ну, потому что маленьких-то практически нет уже, да. Но не по всем снимкам, кстати, сказать, Мишенька, можно сказать, что это жилые острова. Грусаль, дома, люди какие-то. Да, да, да. Ну, так небо и там их не так уж много, но милостые писали небо и там, а в основном... А вот, скажем, меня интересует, возле Милграйса есть сникеросала, в честь кого он назван? Я вот думаю, что... В шоколадке? Нет, я думаю, у нас в честь Петериса Сникерса может быть знаменитого военного врача латышского, дом Сникерса, знаете, есть на улице Брельба. А может быть, даже раньше, поскольку, да, действительно, очень много вот этих мест, они имели названия, связанные с людьми. Просто я каждый раз удивляюсь, сникеросала. Сникеросала сейчас очень смешно звучит. Да, 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 очень, да, да, да. Ну, то есть, пока цивилизация нагромождает свой Вавилон, открывает новые торговые центры, какие-то еще достижения, вы отправились к парижским окраинам, запустелым романтическим местам. Да, правда ли говорят, что там уже какие-то лузеры, неудачники, бомжи? Ну, нет, ну, если очень... Как вы нас смешаны? Мы же знаем. Справедливо. Хорошо. А лузеры – это что-то те, которые в бильярды играют или... Эскаписты. Эскаписты, в смысле, которые решили как-то бежать от жизни. Да, ну, есть, конечно, люди, у которых, может быть, эта финансовая ситуация не такая уже хорошая, и у которых это, может быть, да, есть люди, у которых это единственное место, где жить, но так очень много вот пенсионеров, которые вот все свои вот эти домик построили еще в советское время, и ухаживают за этими своими огородами, да, и там, да, это вот такая... И даже без воды... Вы таких встречали, да? Да, очень много. Я думаю, что это очень, мне очень нравится, что вот, что есть вот в сердце Риги, вот, что есть вот эти зеленые территории, вот, скажем, та же самая Луцаусала, и также вот в то же самое Далгогри, в Балдырае, вот все, вот эта возможность, что люди могут заниматься, делать что-то руками и вот сами выращивать себе вот продукты питания. Ну, там же они страдают от наводнений, особенно там, Балдыра. Это вот, ну... Валдарей страдает от того, что жгут эти огороды, к сожалению, сейчас в первую очередь. Ну, тоже, да. Не, ну, я думаю, что вот это есть хороший аргумент, там ничего такого солидного не строить, такого огромного, как это бизнес-центр и так далее. Как раз вот огороды ставил, и там, ну, они наводняются вот весной, и там земля-почва становится более... Более... Влажный. Мокрый. Мокрое и более fertile, как на... Ну, лучше растет там. Ну, дескать, плодородный. Плодородный, вот, точно. Плодородный, да-да-да-да. Вон, а на основе... Это как раз хорошо, да, и поэтому вот это наводнение, это хорошее. Хорошо, но вот... Все вот вам хорошо, запустение, хорошо, наводнение, хорошо. Ну, вот Луц-Авсал, вы что снять эти дома? Ведь скоро горят, их там не будет уже. Вот, пожалуйста, Мишка, вам Луц-Авсал, смотрите, какие две интересные фотографии, цветущие яблони сады и кучи мусора какие. Вся наша жизнь, да. Мне больше рядом они приходят, а вот и горящие, да. Да, да. Но автором фотографии являетесь вы. Да. Это все вы снимали лично. Да. Ходили с фотоаппаратом, бородили... Да, да, это все еще на пленку снимал, на широкую пленку, на Хасалбладна, 6 сантиметров, там, чтобы... Ну, это тоже одна из идей была, чтобы это осталось для истории, чтобы можно... Ну, потому что мы не знаем, что произойдет с дигитальными файлами, что вот жесткие диски смогут ли кто-то считать. Ну, пленки, если мы идем в музей, смотрим, пленки, их можно отсканировать и столят, и... И распечатать, да. Да, и распечатать опять, да. Это, ну да, поэтому я на пленку это все снимал. Гунда Гарепша, указанная как соавтор, является автором текстов, да? Она писала вот эту часть, которая... В начале, да. В начале, да. Да, введение какое-то здесь такое, в смысле, большое, с картами. А общались ли вы с местными жителями, как они к вам относились? Ходят кто-то высматривать, фотографируют все? Да. Не было какой-то с их стороны настороженности? Ну вот, да, интересный вопрос. Просто когда я начал, вот, ну, мой интерес об островах начался уже 20 лет назад, когда я вот начал по ним бродить и так чисто для себя снимать. И всегда, вот, люди, которые на островах, для меня все, я не помню ни одного такого, как бы, плохого момента. Вот, ну, действительно, вот, скажем так, к сожалению, вот ситуация поменялась вот этим летом, ну, прошлым летом. И вот, да, как-то, ну, я на себя почувствовал, что вот, да, какая-то часть людей, она как-то более нервная. Вот, ну, скажем так, русскоязычные люди, они более нервные, такие более, ну, ты, особенно, ну, как бы, мужчины средних лет, видно, что плохо выспались, нервные, вот как-то вот так. Невритые. Ну, да, и мы как-то вот с одним человеком тоже, вот, он врезы работает начальником транспортного отдела, и там как раз у нас была одна ситуация, что один, так, ну, скажем, на нас, ну... Нападали на вас, говорили вы, да, за эфиром. Да, да, да. Наехали. Наехали, да, да, что называется, да, кто-то, да, все-таки. Да, 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 и просто как-то, ну, эту ситуацию как-то вот разрулили, если так можно сказать, ну, своеобразным способом. Ну, и после этого я у него спрашивал, этого товарища, которого снимал, он говорит, да, наверное, человек очень много насмотрелся телевизора, и как-то у него вот нервы от всех, всего то, что происходит в Украине и так далее, просто вот считаются. Вот здесь, к сожалению, да, то, что видно, что вот в этих окраинах, вот, где плотно проживают люди, ну, у них как-то вот очень, да, они неоднозначно воспринимают то, что да. Это вы, как раз заметили, обострилось как раз за последние где-то полгода, да? Да, 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 до этого ни разу, просто все время самое добрейшее, вот ни разу ничего такого не было, вот просто люди, да, все люди, которые снимались, очень интересно было общаться, приглашали в гости там и так далее, ну, есть, конечно, может, какие-то люди, которые не хотели, ну, не было никогда такого, чтобы кто-то на кого-то наезжал, вот это поменялось, это как-то вот для меня, ну, скажем. То есть даже ваша чаша терпения самого доброго человека на земле, который с огромной любовью к людям там, к разным всегда относился, на переполненность вы совершили внутреннюю миграцию, да, вот это получается. Да, короче, а вот там есть люди, которые живут совсем уже вот так, без электричества, там, может, без водопровода, само собой, вот так совсем близко к природе? Да, 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 есть, есть, конечно, да, люди, у которых больше уже нету квартиры в городе и так далее, это, да, и, ну, нормально живут они. А все эти люди, они обязательно какие-то пьющие там или действительно вот там бабушки, дедушки есть, бедненькие? Вот такие, которые без электричества, ну, я думаю, мужчины в основном, конечно, там алкоголь как-то являются частью их жизни, но женщины, они совсем нет, там, наверное, очень… Просто жизнь заставила, да? Просто жизнь, да, видно, что жизнь заставила, они либо, помню случай, когда вот, ну, она сдала свою квартиру, чтобы, ну, там, пенсия маленькая, вот она сдала квартиру, и так живет там, ну, в общем, такого рода разные рассказы были. Они живут, я думаю, так самое достаточно, нормально, там нет никакого такого особой грусти или что-то такое, просто люди, ну, нормальный домик, ну, зимой меньше, ну, в основном это летом, да, вот, где-то они вот зимой, вот эти 3-4 месяца зимой, они вот берут эти квартиры обратно и как-то вот так, да. И они летом вот дают вот эти квартиры в аренду людям, которые, я так понимаю, что приезжают на заработки, встретили вот в Ригу как-то вот они дают… А сами переселяются туда в природе. Да-да-да, в природе, и потом, когда с наступлением зимы, они возвращаются обратно, в общем. Ну, большое количество… Я думаю, это здорово, да, на самом деле, на что. Ну, какое количество людей все-таки позирует на фотографиях или присутствует так или иначе, тут и улыбаются, и вы же любите портреты лица разных людей, я смотрю, что все-таки вам тут и какие-то гопнички, тут такие девушки с собаками, и, ну, видишь, какие красавцы. То есть вы с кем-то договаривались, да, хотите ли вы… Нет, ну, как ты подходишь, ну, рассказываешь, что вот есть такой проект, вот делаем для Рига-2014 книгу и выставку «Рига-островах». В общем, хотелось бы вас очень снять, вот согласны вы, и я не помню, что кто-то сказал нет, просто в основном все были… Соглашались. С пониманием, да. Да-да-да. Выставка же проходила, выставка на бывшей фабрике «Большевичка», да, имела успех, большой вызов в интернете. Кстати, тоже бывший остров. Это как в Акуте? Да-да-да. Это где-то Кунжинс? Ганим в Амбис, да-да-да. Там же тоже вокруг нее там еще осталась такая небольшая, как назвать, канава, да, ну, это да, это все раньше там было. И когда же, какие годы-то? Ну, лет 200 назад. Там был остров, да-да-да. И где-то 150 лет назад там вот по этим канавам на баржах для большевистских вот по ту сторону перевозили вот этот… Там было какое-то такое другое предприятие, да-да, конечно. Там уголь что-то там привозили, да, для мануфактуры. Я понимаю, наверное, надо тоже прерваться на новости и рекламу. После чего еще поговорим с Каспаром, вы сможете дозвониться и задать свои вопросы. Да, если вас интересует жизнь на Рижских островах. В том числе. Продолжается передача раз в неделю. Студия и по-прежнему Леонора Рузвельц. И Михаил Губин. И у нас… По-прежнему мы здесь. И по-прежнему пока еще здесь. Пока еще мы здесь по-прежнему. В гостях у нас Кенрич Теркин, оператор, фотограф, биолог Каспар Сгоба. Самый лучший гость. Да. Самый добрый, самый чувствительный. Телефоны прямого эфира напоминают 6212-93-9. 6213-93-9. Говорили мы вот про книгу, которая лежит тут у нас еще, даже пахнущая типография, книга «Рижские острова». Потому что Каспар Губа исследовал жизнь на Рижских островах, как там живут люди, фотографировал. И я думаю, конечно, со временем эти фотографии станут историей. Поскольку натура все-таки, мне кажется, это уходящее же там все. По-моему, там все уже… Многие фотографии есть, что-то о каком-то запустении. Думаете, бедность и развал скоро окончательно закончилась? Ну, а как вы считаете, долго там все это будет? Там уже многие фотографии, которые уже являются прошлым, которые сняты 2-3 года назад, у которых мест уже нет. Скажем, та самая Креева Сала, где были огороды. А правильно, там же уже что-то строят. Там все уже, да, терминалы и так далее. Это было такое вот сердце сжимало, сколько ты смотришь, там приезжают стрички, которые, действительно, по 40 лет там свой огород там, ну, обрабатывали, да. И там какие-то вот наркоманы у них сожгли, да. Ну, там разные какие-то странные версии были, что вот один там, который собирает железо, мне говорил, что это балдорайские наркоманы, которым платят по три латы за сожженный дом. Как жительница Балдорая, подтверждаю эти легенды, более того, существуют такие устойчивые версии, что, ну, конечно, это все является заказом тем или иным, кому выгодно коммерческим, чтобы расчистить территорию, да, но знаменитые вот эти трехрублевые наркоманы, которые ходят и жгут, да, о них часто рассказывают. А в Балдорая тоже рассказывают об этом, да? Там же больше рассказывают, поскольку это непосредственно же как бы наш район, но о том, что какие-то заказные поджиги происходят, я не знаю, сколько это правда, неправда, но устойчивая версия у верственных жителей, конечно, часто, да. А какой остров наиболее населен в пределах Риги? Ну, Дуала, если это считается пределом Риги, да, Дуала, такой самый такой, я думаю, населенный. Ну, не, ну, Типсала, конечно, да, Типсала, конечно, если рассматривать, да. Говорят, что на Луцевстале там тоже собирались какой-то жилой комплекс возводить, ну, в той самой половине, где вот от отдыха, где зона отдыха, из другой стороны, можно там собирались что-то строить, были какие-то проекты. Ну, я там понимаю так, что вот люди, с которыми я рассказывал, разговаривал, которые тоже хотели какие-то проекты там развивать, что там очень-очень глубоко надо вот эти сваи гнать, поскольку, поскольку вот когда встроили вот тоже телевизионную башню, там очень-очень глубоко надо было Доломита, и это очень-очень большие затраты, и чтобы эти затронуть, чтобы какую-то высокую постройку там сделать, ну, так мне, по крайней мере, зрели. А, собственно, зайкию салу вы не фотографировали? Зайки салу есть там, да. А правда, что вот там в этих вот траве, возле вот этой телевизионной вышки, зайцы обитают по-прежнему? Ну, зайцев не встречал, но очень много птиц там. А говорят, что вот по ночам, если там ехать с машиной, посвятить, то зайцы выбегать начнут. Это, я бы не удивился, поскольку вот тут на ганибе дамбесе лисы и еноты там, и всё там есть как бы… Кабанов всё видели на нём. Кабанов вот буквально уже сейчас встречали. Да, да, да. Природа возвращается в свои места, поскольку вот если только посмотреть, вот тут самое для биологического разнообразия, вот эти вот устья река, они самые, что есть хорошие места, что тут очень много и разных растений, и насекомых, и вот, ну, как бы, эта вся биологическая пирамида, она очень-очень насыщенная, очень богатая, и да, и да, это всё… То есть вы как зелёный считаете, что какой-то кризис, упадок промышленности пошёл на пользу, там, фауне, флоре, да? Да, конечно, да, да. И военные базы, что мы знаем, вот те же самые Мангольсала или Балдрай, вот те, то, чтобы там были военные базы, это было не очень плохо, да, что… А что сейчас там? Там заповедник. Заброшенные всё же. Нет, там есть этот маленький… Нет, птичий заповедник, да, там даже неплохо обстоят дела, какие-то птицы всё время кричат, потому что, да, это… Не беси. Помогите, да. А, да, в Балдрай птицы, а вот на другой стороне, где была военная база, там очень, да, там тоже вот, как это называется, как на русском… На любом доступном говорите. Говорите на любом. Айсергаим, там с территории. Ещё, наоборот, территория – заповедник. Да, 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 ну типа так, да, 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 ну там так можно вкратце сказать. Ну вот, и да, и вот, а птиц, да, птиц очень много, и вот, и мы записали для людей, которые не видят, для слепых, да, мы для слепых записали вот диск со звуками Рыжских островов, и поскольку, ну, я так думал, ну, я из Цайса сам, и у нас, я помню, в моём детстве там был комбинат для слепых и так далее, и, ну, я просто думал, я привезу выставку и книгу вот в свой родной город, а там довольно-таки большая часть моего города, население моего города… Незрячие. Незрячие, да, они не увидят, и просто мы решили, вот, мы ходили к ним и спрашивали, как, что бы вы хотели слышать от Рыжских островов, сколько они сами, ведь до них не доберутся, для некоторых очень трудно добраться, и… Прямо заказывали вам, да, сделаете, но… Нет, и мы сами шли, вот… Сделали диск. Да, и мы, да, мы сделали для них вот диск, и сейчас мы, ну, будем дарить это обществам не… Незрячих. Незрячих обществам, незрячих, да, чтобы они имели вот какое-то вот, да. Боже мой. Нам, вы знаете, очень, да, поступает сейчас много звонков по обеим линиям, давайте примем, пожалуйста, слушателей, алло, так, вот здесь вторая линия, алло. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну, мне хочется сказать спасибо вам и вашему гостю, просто он у вас сегодня супер, и передачка хорошая, и вот слушаешь, и вот, ну, душа радуется, спасибо большое. Спасибо вам большое, самый лучший гость, я же сказала. И сразу вторая линия, может быть, вопрос, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Господин Гобаль – один из моих любимых режиссеров, и было бы очень печально, если он бы ушел из кино совсем. Надеюсь, это не произойдет, это первое. Второе. Очень приятно, что он работает как бы в одном русле, одним курсом, с таким замечательным режиссером другого поколения, как Ивар Телескис. Я имею в виду фильм Ивара о Кипсале. Совершенно разные манеры, разные стили, но сколько много любви к людям, к природе, и все такое. Спасибо большое, спасибо ему. Спасибо вам большое. Не уйдете ли из кино беспокоиться все. Может быть, вы придете с камерой на эти острова, снимите кино, это все как-то вылится. Я иду с кинокамерой. Честно говоря, не знаю, но это каждый остров, а каждому острову надо снять, снимать кино, надо снять. Я пока... Ну что же только острова вообще, про острова, вон какая книжище уже есть. Они как маленькие города или как маленькие села, вот это, ну да, они как ценность такая каждая. Тут же каждая фотография, как маленький фильм, такие сюжетные, такие люди. А сколько кадров вообще вы снимали, и сколько было отобрано для этой книги? Ой, это... я не помню уже, сколько... Ну, несколько сотен пленок. Несколько сотен пленок. Уже на правилку снимали? Да. Ну, пленок, да-да-да, несколько сотен пленок. Не помню, даже 400-500 пленок. Хорошо, а вот сразу тогда вот грустно, о чем ненароком упомянули, что вы уезжаете из Риги. Куда, когда и насколько... Ну, я возвращаюсь в Цессис, вот в свой родной город. Уже вернулся, да. Какое-то время вы там уже живете и процветаете. Не очень далеко, мышечка. Ну, не совсем год совсем, да. То есть вы бежали от цивилизации, да? Как это рассматриваете? На самом деле, ну, история там, ну, немножко грустная. У меня у отца, ну, христианское хозяйство, вот я сам ведь родился и вырос на деревне. И просто говорил, приехал в Ригу учиться. И, ну, отец умер, и там это хозяйство осталось, и просто надо было решать, что с этим делать. И вот просто, ну, да, как-то вот, ну, поехал собирать, ну, там, корни или как это называется. Ну, что, вы будете вести вот крестьянский образ жизни? Уже ведете? Уже ведете? То есть у вас там сколько-то земли, мутор, и будет там... Мохнатые коровы. Можно об этом рассказать? Мохнатые, расскажите. Мохнатых, волосатых вот этих самых, мишечка, представляете? Коровы, да. А что вы будете делать? В смысле, молоко, там, мясо, что-то? Мясо, да, да. И будете получать какую-то эту самую... Бичков, там, мясо, не, ну, как-то, я сам мясо практически не ем, и как-то они в основном для того, чтобы... Ну, там земля, скажем, не очень хорошая для того, чтобы там поля какие-то, вот, картошку или пшеницу выращивать. И то, что, вот, это единственный вариант, там, вот, ставить, как это называется, вокруг саэта. Двор, ну, загородка. Загороды, да, загороды, большие территории загораживать, и там впускать вот эти вот шотландские коровы, которые вот всю зиму могут на улице. А может, а мохнатые. Да, потому что вся идея в том, чтобы они, чтобы не надо было косить вот эту, ну, траву, поскольку, ну, как мы знаем, вот в Европе, в Латвии, так же, как и в других странах Европы, дают деньги для того, чтобы... Да, компенсацию от Европы. Компенсацию, чтобы косить. И это для того, чтобы биологическая разновидность, чтобы защищать, чтобы были вот эти животные... А вам дадут? И так далее. Ну, вот, и это дают уже, да, и, в общем, мне показалось, это концепт очень странный для того, чтобы содержать биологическое разнообразие, сжигать фасильное горючее. Это как-то очень тупо, и поэтому, ну, как-то, ну, это, ну, ну, как-то ненормально, я так считаю. Не по-хозяйски. Не по-хваттам. Нерационально. Да, и поэтому я решил, что вот надо, надо вот этих магнатных коров, чтобы они вот все, как комбайны, вот, как косилки, чтобы они все это... Поэтому их мясо не является вот какой-то идеей, да, ну, приходится времени, времени... А молоко не дают их тоже? Нет, они своим телятам только. Но они как лесные, как лесные животные, да. Как дикие, да? Как дикие, да-да-да. Они дикие животные, да. Но по характеру они дикие или они... Ну, такие, полдикие такие. Да, не как домашние коровы? Да, как умные. Коричневые такие, да. Темные такие, шоколадные, да. Кстати, у нас, у мамы там молочные коровы, там у них есть и коричневые, и также есть вот эти латвии зелаз, латвийские вот эти синие. Голубые. Голубые, да, да. И один вот этот булосер, бычок, да? Да. Да, бык, вот один вот бычок, который из этих голубых коров, он пошел спариваться с этими хайландерами. И сейчас интересно... Дети запретной любви у вас, да? Да, 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 их много. Вот они сейчас такие с длинной шерстью, но синие, такие вот там... Глаза же новая порода. Да, 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 интересно. Как творческий человек, да, во всем что-то создает. Да, интересно. Голубых мохнатых коровок каких-то, да, попутно. Да, да, есть там, да. Ну, а как известно, помимо, конечно, ухода в сельскохозяйственную деятельность, Каспар развил и на месте у себя какую-то культурную деятельность. Мы слышали, что вы перестроили какое-то историческое здание, и теперь туда к вам всякие хипстеры и художники могут приезжать. Да, это старое такое поместье, ну, как в Цессис, ну, очень хорошее место, там до сих пор, ну, там очень много чего происходит, но до сих пор люди оттуда уезжают больше, чем туда приезжают. И поэтому очень много пустых зданий. И также вот одно старое поместье, оно вообще 16 века, ну, то здание 18 века, оно стояло пустым, это бывшее здание, там была железнодорожная какая-то контора, потом больница и так далее, у нас просто пустошало. И вот идея была там создать вот артист-резиденции, вот резиденция для художников, чтобы люди, которые работают и в кино, и фотографии, чтобы они могли туда ехать и творить, вот работать над своими работами. Вот, в принципе, да, летом идея такая, что есть вот эти летние школы разные, вот люди приезжают, и там и Центр современного искусства в прошлом году был, и архитекторы были, и Академия художественников была, летняя практика, Академия культуры. И в этом году будет больше, 8 или 9 мероприятий вот все лето будут проходить разные, ну, там люди вот где-то около 30-40, школ антропологов, скажешь, даже 70 людей будет, очень большая. А где это конкретно? Это Рудская смуижа, Рудская называется, это от поляков, которые построили ее, вот, польские, ну, аристократы, которые там раньше жили, которых во время Шведской войны, конечно, отсюда выгнали немцам, дали, ну, там, это все, и потом в начале прошлого века, ну, вернули, как бы, коренному населению, да. Ну, это под Сельси, да, да, это внутри, это в Сельси, это как раз вот, если вы смотрите, вот, выходите из железнодорожного, выходить с поезда, идите, ну, перешагайте рельсы, и там парк, по-другой стороне рельсы, это называется Рудская Спаркс, этот, это очень, на самом деле, это очень центр даже, это напротив средней школы. Ну, это, да, фактически, это центр, это, да, да, это центр, это, да, прекрасный такой парк, просто у него был, был, скажем, да, он был немножко заросший и так далее, ну, вот сейчас, да, и нам помогает, ну, пробация из ДНС прислать людей. Тоже по пробации. Да, 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 людей, как-то, ну, мы сами, сами. Люди от бывших срок заключения? Да, 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 люди, которые, там, не знаю, ну, там, по поводу, там, випели, стели за рулем или что-то, какие-то небольшие такие вещи. Оступились, как говорится. Оступились, и теперь иди культуре послужи, да, видите, как разумно. Идут, служат культуре. Это прекрасно. Это очень правильно, да, просто, ну, сажать людей за какие-то мелкие, вешать тюрьму, я считаю, это очень неправильно, и это как-то только усугубляет. И что, и с ними не было никаких проблем, ничего с этим? Ну, были, как-то, я помню, сколько раз, ну, было там, ну, раза три у нас что-то украли, ну, все время, ну, как-то возвращаем обратно. У меня тревожный брат, он был начальником полиции, вот, касается, долгое время, просто как-то это, на самом деле, ну, я очень удивляюсь, как они достают эти вещи обратно. Ну, да, все время возвращались, да, да, да. Ничего себе. Да, ну, это просто, потому что, как-то, это люди, ну, я, ну, как-то не хочется как-то играть тоже по ихним такими принципам, понятиям, как-то бояться, все закрывать, ну, чтобы как-то, вот, ты же не хочешь какую-то тюрьму вокруг, ну, как-то, то есть, ну, стараешься с ними очень нормально вести, ну, бывают некоторые, которые этим стараются, ну, злоупотребить, ну, конечно, они за это опять платят, ну, как-то вот, ну, как-то вот так получилось, ну, это, это, да, это такая... Карма и цессийская полиция не спят. Совсем немного осталось времени до конца передачи, миленький Каспар, про кино все-таки хочется спросить, есть ли какие-то планы, процессы, задумки, не ушли ли действительно из кинематографического вы рынка? Ну, я, ну, как-то, не, ну, я, я сейчас сам снимаю очень мало, больше продюсирую, вот, проекты, вот, природные фильмы, так далее, ну, как-то, не, ну, после, после, вот, после Хомо, вот, и так далее, мне обычно так было, ну, не по себе, и поэтому... Почему? Это есть... Это после того, как вы показали фильм депутатам Сейма? Да, это хороший, хороший момент, да. Не, ну, когда, когда, вот, ты все время надеешься, что, или веришь, что ты живешь в каком-то лучшем обществе, когда ты понимаешь, что не совсем всегда так, и тогда вот немножко приходит, как это, как это называется, разочарование... Разочарование, да, да. Ну, ты помнишь, что депутаты Сейма судили, фильмы сказали, вот, сказали, что нельзя тратить государственные деньги на такое, сказал депутат Зинтерс из национального объединения. Да, 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 националисты по поводу этого фильма очень возникали, там, да, там, Риббена, ну, там сложно, это все, не, ну, и как-то, ну, это было, почему я ушел в медицину, скажем так, честно, честно говоря, да, я вот ушел в медицину, и сейчас я как-то, наверное, я возвращаюсь в кино, но возвращаюсь по старой схеме, вот опять сельская хозяйственность, потом фотографии, и потом опять кино, ну, как-то, как-то, как-то так, наверное, да, что... Ну, я сейчас снимаю один фильм об одной девушке, которая единственная, которая слышит в глухонемой семье, и вот мне показалось, что... Это реальная героиня, да? Реальная героиня, да. Просто, не, ну, было вот в течение последних лет очень много таких кино, вот, идей, которых, скажем, если ты в больнице работаешь, ты встречаешь каждый день вот по два-три рассказы, из которых можно сделать, ну, какое-то сильное кино, в общем, ну, и... Ну, я так считаю, если ты можешь убить вот эту идею, вот, как-то, если ты можешь ее потушить, подавить, то это надо сделать, надо снимать только кино, которое ты не можешь вот удушить. Можешь не писать стихи, не пиши, да, что это мешочко, да? Да, 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 потому что вокруг очень много шума, и нет смысла вот, ну, как-то вот делать еще больше шума какими-то средними какими работами, и, ну, да, и просто, ну, вот, эту идею об этой девушке я как-то не мог, вот, она возвращалась, возвращалась, и просто мы начали снимать о том, как она себя, ну, как это быть подростком вот в семье, у которой ты являешься ушами и языком вот с... Семи, да. Семи лет, да, вот, как-то вот, да, и такая вот, и, конечно, я снимаю в фильме о природе, да, это, это я там, я считаю, что вот надо, надо людей, ну, рассказывать, и чтобы они понимали, вот, почему вот надо сохранять, вот, и почему, ну, да, это, это, это такая, ну, да, ну, я просто считаю, что это, что важно делать, и потом я этим занимаюсь. Так что совсем от кино я не отошел, вот, до сих пор я там. Одно мы пожелаем вам только успехов, если приедете из Сесси в Ригу, заходите к нам на радио. Обязательно всегда вас ждем, надеемся, вы успешно завершите этот цикл и создадите очередной шедевр, за который мы вас так любим, не останавливать, может, другим каким-то дурачкам можно не писать и не снимать. Вам нельзя, все, что вы делаете, вы делаете очень хорошо, это нам надо. Да, приходите к нам на радио, но, конечно же, в другую передачу только. Поскольку, да, огромное вам спасибо, Каспар, что пришли сегодня и стали гостем нашей передачи, последней передачи. Последней, да, на этом можно сказать, что почти восьмилетняя история передачи раз в неделю на радио «Балкомблоко» получено завершается. Огромное спасибо всем, кто слушал нас хотя бы раз, да, а в следующие годы мы целуем вас, вы великие люди. Спасибо, что слушали нас большое, что звонили, надеемся, что еще когда-нибудь мы услышимся с вами. Да, да, все эти вот почти восемь лет с вами были, Илья Нора Розвицкая. И Михаил Губин. И также наши многочисленные звукорежиссеры. Спасибо им большое, спасибо вам, Каспар. Спасибо вам, я всегда, когда приезжал в Вигу, слушал вас, сейчас я не знаю, что я буду делать. И всегда, Илья Нора, я вам прислал смс, чтобы, да, 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 это так было трогательно. Это вам тоже спасибо. Спасибо вам. Ну что, услышимся. Да, надеемся в эфире, мы живем надеждой, собственно, как и вы. Спасибо вам за все. До свидания. Спасибо.